Друзья, у нас интересные новости. Компания Renault распространила тизер нового паркетника, производство которого наладят на московском заводе. Публичная премьера модели состоится в конце августа текущего года на московском автосалоне. О том, что интересного ожидать от кросс-купа Renault, поговорим сегодня в выпуске. Ну а теперь ближе к новостям. О планах расширить кросс-линейку в России марка объявила еще в феврале 2018-го. Тогда в компании заявили, что новый паркетник C-класса станет глобальной моделью, а первым рынком для него будет наша страна. Выпуск кроссовера для Российской Федерации наладит на московском заводе Renault. И сейчас на экранах вы видите первый тизер новинки. Название модели по-прежнему не раскрывается, как и ее характеристики. Между тем, в прошлом году компания Renault опубликовала стратегический план развития, в котором была интересная иллюстрация. Некий C-SAV, причем в новом кузове. По неофициальным данным это будет купе-образный паркетник. Помимо России его планируют продавать в Бразилии, Китае и Южной Корее. Согласно первому официальному тизеру модели, передняя часть будет выполнена в стиле последних новинок бренда, таких как Kaleos, Talisman и Megane. Кросс-купе получит решетку радиатора, объединенную с фарами и характерные C-образные полоски светодиодных дневных ходовых огней. Ребята с сайта Kaleos.ru поколдовали на внешнем виде мы представили, как примерно будет выглядеть новинка. Судя по шпионским фотоснимкам, по профилю крыши новинка будет похожа на немецкий премиальный кросс-купе от BMW и Mercedes-Benz. С баварским же брендом, скорее всего, будет ассоциироваться и изгиб линий бокового остекления в задней части. Новый кроссовер Renault получит горизонтальные фонари, а ниша номерного знака расположится на бампере под крышкой багажника. Ожидается, что российскую версию модели построят на всем известной платформе B0, которая также лежит в основе Duster и Captur. На той же тележке будут базироваться китайский и бразильский кроссоверы, а корейский внедорожник переведут на более дорогую платформу. По своим габаритам новинка, вероятнее всего, будет сопоставима с Renault Captur или окажется чуть крупнее этого кросса. Но не будем гадать, ждать осталось буквально полтора месяца. В августе этого года все встанет на свои места. И поверьте мне, кто, как не вы, первыми узнаете о новинке этого сезона. Поэтому тем, кто не подписан, рекомендую подписаться на канал, а также поставить палец вверх, если понравилось это видео. С тобой был канал ПРОАВТО. До скорых встреч!